Ой, смотрите, какая красота. Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Это вот, даже честно говоря, нет сил на вас обижаться. Не то, что сил, нет смысла на вас обижаться. Насколько хорошие люди. Вы насколько хорошие люди. А знаете, что случилось? Что-то мне кажется, как солнце. Мне не нравится, как камера снимает на фронтально. Что-то не то. Насколько хорошие люди, что я даже не хочу с вами ругаться. Я не вижу смысла, понимаете? Чтобы я вам не сказал, что я вам бы не это самое, все равно я буду плохой. Я это уже понял. Поэтому у меня даже нет сил с вами ругаться. Нет желания. Пишут, а как ты клянчив деньги на зеркало, выпрашивав донаты на зеркало, я, во-первых, не клянчил деньги. Я, ой, жарко как. Я дал возможность зрителям... Я дал возможность зрителям сделать себе подарок. Понимаете? Одно дело, ты клянчишь от того, что у тебя нет денег, а другое дело, ты позволяешь зрителям сделать тебе подарок. Сделать приятно зрителям. В первую очередь. Вот этим я хотел сделать приятно зрителям, а не клянчил деньги на зеркало. Что вы считаете, что у меня не было денег купить зеркало, делая ремонт, да? И что вы... Конечно, это хотелось просто подарок от зрителей. Больше ничего в этом смысле я не хотел. Вот. Ну, конечно, вы все перекрутили. Вот. Ну, я не обижаюсь на вас. Честно говоря, знаете, я злюсь, злюсь, блокирую, потом так жалею, думаю, боже, человека заблокируют, человек будет до конца думать, что я дрянь. Так бы подумал человек, что я дрянь несколько дней, и прошло бы у человека. Нет смысла спорить, нет смысла доказывать. Ничего от этого не изменится. Я показал в видео, где это про тюль, что говорят, что это я все придумаю сам. Ну, что за бред? У меня фантазии такой нету, такого придумать. Как можно такое придумать? Это в голове не укладывается, нормального человека. Я видео удалил, потому что YouTube расценил, что у меня в видео сексуальные фотографии. Что за бред? Я там сексуальных фотографий не бачил, я написал, YouTube больше жаловал. Нет, все равно сексуальные фотографии. И типа ограничения 18 лет. Ограничения 18 лет не приносит деньги. Поэтому я видео удалил. И до свидания. Оказавший меркантиль на суху. Смотрите, вот что-то мне кажется, что плохо, да, ребята снимают? Скажите честно. Плохо, да? Как-то забеляет или выбеливает как-то, или я не пойму, что. Ой, весь мокрый. Сегодня так хорошо позанимался, у меня тут это хорошее настроение. Поберег себя, не болтал по телефону, не орал с мамой. Вот, когда нет этого усталости голоса, сегодня тут-то позанимались хорошо. И то я в тот раз был такой расстроенный. Ни хрена не получалось. Сегодня и ля получались хорошо. И трошки там до себе моля добирались. И си. Ну, процесс идет. Я очень радуюсь, когда получается. У меня сразу такое настроение хорошее. Сразу всех люблю. А когда, наверное, получается петь, я уже ненавистный делаюсь. Я знаю, что я сам виноват. Насчет Эдика. Пишут, что ты, ой, что ты за брат? Ты издеваешься над Эдиком. Знаете, вот, даже вот, когда Ира сказала, что, я не знаю, правда, не правда, но я Ире как бы верю. Ира сказала, что Эдик звонил, сказал, что, что, что дверь не открывается. А, вниз надо было. Эдик звонил, сказал, что, типа, ну что, не получает он деньги. Я даже, знаете, подумал, что, думаю, надо помочь как-то. У меня нету в голове такого. Почему так воспринимают, когда я маме сказал, что Эдик уже не получает денег. Мне наоборот, мне жалко его, что все-таки, я вспоминаю сразу слова, что он говорил, я какой-то невезучий, вот, посмотри же, я буду YouTube, значит, я не буду. Деньги все, как-то у меня, но не получится, каким-то путем. То ли деньги не будут переводиться, то ли что-то. И вот у него действительно, я ему помогал создавать канал, а когда я создавал себе канал, когда я себе создавал канал, все пишут, ты канал зарегистрировал в Польше, поэтому у тебя там что-то, какие-то блатки. Никакого блата нет. Когда я регистрировал канал, тогда еще не было страны Украина. Я или не было, или просто не нашел в описании страну Украина. Поэтому я взял, чтобы ближе Польше. Вот и все. Тогда это было 9 лет почти назад. И так оно и осталось. Это ничего не дает. Тебя смотрят те же люди, которые реклама, от этого не меняется ее стоимость. Тебя смотрят люди, в какой стране, в такой стране у тебя реклама. Даже если ты в Америке живешь и укажешь там Америка, твой канал создан, хоть в Новой Зеландии. Тебя все равно будет просмотры той страны и стоимость рекламы той страны, в которой тебя смотрит зритель. В России, значит, российская цена, сейчас она равна нулю. В Украине, украинская цена. В Беларуси, белорусская цена. В Америке, американская цена. А от того, где твой канал зарегистрирован, абсолютно ничего не меняется. Вот. И я, когда Эдик приехал в Минск, я ему зарегистрировал, тоже говорю, Эдик, наверное, став в Польше, как у меня. Говорю, вот я так делал, говорю, давай ты так сделай. А оно там, законы поменялись. У меня же та партнерка, у него была ценция. Он там, по-моему, два года вообще снимал. Ничего не зарабатывал, понимаете. Я все время чувствовал, что я виноват, что надо было ему как-то по-другому. Он пытался там какие-то деньги, у него там то ли 20 чем-то тысяч долларов собралось и остались такой, Эдик, эти деньги. Вот. И когда сейчас я рассказала, не получает, мне как-то так, ну, наоборот, мне вспомнил те слова, что он говорил, что у меня не получится что-то обязательно. Я думаю, наверное, правда не получается. Наоборот, мне кажется, что надо помочь. Я думаю, что там дети. Меня Эдик раздражает только тем, что он говорил мне тогда за Россию, что вот это все. А так, а так, если надо, я ему помогу. А что вы там думаете, что я такой прям, боже, как же ты злорадствуешь, что у него нет денег. У меня, честно, даже этого в голове нет. Я не знаю даже, что вы это пишете. Что ты злорадствуешь, что у него нет денег. Ну, какая-то глупость, честно. Наоборот, ну, думаю, что хай мама ему скажет, хай там у тебя деньги, что он мне собирал, если ему надо, что-то хай использует. Мне не надо отдавать, надо ему еще помогу. Как бы ни было. Естественно. У меня нет, даже тот же отец бы мне сказал, там, помочь надо, обязательно помог бы. У меня нет такого, что ааа, ты со мной типа не общался, или что-то. Что за глупости? Что это, детский сад, что ли? Родные люди, как бы я Эдика не стебал, как бы я там, я могу, да, я могу злиться, могу обсуждать, могу говорить. Но, когда мне пишут, что ой, а Эдик про тебя ничего плохого никогда не сказал. А что он про меня может сказать плохого? Абсолютно ничего. Что он, ну что он может про меня сказать плохого? Ничего. Я ему плохого ничего не делал. Не делаю. Ну, бред, я хотел, чтобы он приехал в Украину, чтобы жили рядом, чтобы помогать друг другу. Такое пишут, что завидуешь дитям, ну, такую глупость. Я хотел детей, у меня по ней были. Не хочу я детей. Я хочу спать спокойно. Я знаю себя, как я за кота переживаю, как у меня. Не. Я себя изведу, я себя загоню в гроб. В прямом смысле, нервами. Все могут, видно, иметь детей и жить спокойно. Я не могу, нет. У меня потеряется сон, потеряется покой. Я буду трусить. Ой, я даже, ой, я представляю себя, мне уже больно даже представить это. Нет, я сильно переживательный. Это не мое. Поэтому я не завидую, дай бог мне. Хочется как-то им помочь, мне хочется как-то принять участие. Ну, я думаю, что это, наверное, не этично с моей стороны, помогать детям его, ну, как-то. Мне кажется, этим самым я его буду унижать. Мне бы хотелось их повезти, купить, чтобы они платят себе, чтобы они, что-то, ну, куда-то даже повезти отдыхать, даже без них поехать, чтобы они сами поехали. Мне бы хотелось бы. Сейчас, видите, такая ситуация, что ты ни денег не можешь послать, ни помочь как-то, поэтому я уже, думаю, что матери надо сказать, Хай берет там мои деньги, что там, 11 тысяч, сколько мне собирал. Хай пользуется, забирает, мне не надо их отдавать, я не нуждаюсь, у меня есть деньги. Зачем я буду? Тем более, если он не получает 3 месяца, люди там пишут, что, кто-то пишет, что СМЛ правда, что не получает, все блогеры жалуются, а кто-то говорит, что там надо ему другой банк указать в выплатах, там, якобы он на каком-то банке, на который свифт запрещен. Что, ну, короче, там какая-то, ну, своя фигня, я же не знаю, как там российские банки эти работают. Но мне бы хотелось, чтобы он зарабатывал. Почему вы так? Честно говоря, я когда стебу это, я даже, у меня нет мысли злой внутри. Почему это так выглядит для вас? Я не знаю. Может, что вы так меня видите и воспринимаете меня как нацистом, фашистом, и вы думаете, все, что я говорю, в нем, в этом заложено какой-то негатив. Это обманчивое мнение. Я не нацист, не фашист. Всего лишь не хочу, чтобы соседняя страна убивала и захватывала мою территорию. Больше ничего. Вот тоже вы провоцируете меня на злость, на агрессию, пишите гадости, что скоро мы зайдем, скоро мы заберем, скоро ты будешь петь нам. Такое, знаете, потребительское отношение. Ну, тем не менее, я верен себе. То, что мне не приносят деньги, я удаляю. Ну, не знаю, я такой человек. Вы знаете, что я себе, вот, я нисколько жалею потратить деньги. Вот, люди думают, что ты жалеешься, свою копейку не дашь, удавишься, это абсолютный бред. Я и в больницах ремонты делал, и в подъездах за свои бабки. И давал, и помогал вот так. Ладно. Я больше люблю зарабатывать. Вот, я фанат того, чтобы я хочу зарабатывать. Может быть, это связано с детством, и может, еще с чем-то. Мне хочется зарабатывать, чтобы я мог заработать. То, что я отдаю, трачу, то мне не жалко. Мне жалко, если я что-то не заработаю. Вот это мне жалко, что я мог заработать, не заработал. Почему, не знаю. Что это за прикол. Я не жадный на деньги. Но вот, я жадный на то, что я не заработал. Вот это как бы Меня это будет грызть, что я не заработал Чего-то, что мог Не знаю, понимаете ли вы то, что я говорю Чувствуете ли вы то, что я говорю Или думаете, что я играю, что я там Не знаю Я ж не буду переубеждать С техними доллара, что всем нравится Пишут нацик, нацик Знаете, такой бред Ты жил себя спокойно в своей стране, никого не трогал Вдруг ты нацик Что за бред? Это вот штука Кондиционеры Сказали, как-то надо настраивать вбок Чтоб они дули, чи куда-то Был сейчас Педагога везти так жарко В столовой, хочется прогреть машину Чтоб подостыло Я с утра встал Шесть утра не спал Ну, проснулся Пошел в душ Покупался Томасика покормил Позавтракал Вчера пошел, купил себе эклеры Так себя удовлетворил тем, что, знаете Купил сладкое Трубочки Поел Все классно А сегодня еще хорошо попел Я когда попою хорошо, я такой добрый Вот что надо творческому человеку Надо попеть, чтобы вот это Когда ты поешь, не мучаешься Тебе так приятно Тебе так классно, когда ты развиваешься Все-таки без развития человек деградирует Без Вот, знаете, мысли материальные Вот я хотел как-то, знаете, по-другому Жить Я хотел, вот я себе в мечтах думал Что у меня никогда нет возможности Мне хотелось поехать в Уфук На Елега Блухаевне Сесть там год-два Ну, думаю, ну как бросить театр Куча спектаклей Которые ты один играешь Ты поставишь своих коллег Партнеров Театр Как бы ты уже И стыдно ехать Когда есть студенты Когда по 20 лет мальчики поют Лучше, чем ты Уже 40-летние мужики Ты будешь с этими студентами бегать Сидеть там в классе Выглядать, заглядать И дожидаться этой возможности Действительно, на голове у человека Знаете, дайте мне возможность научиться Как бы вот это со мной боролось Да, вот это и желание петь И этот стыд И как-то позорно Что я уехал от этого человека Опять мой Ну это вообще Знаете, вернуться в то место Где ты был победителем Или вернуться ни с чем И просить помощи Для меня это как-то А вот здесь, когда я приехал Так сложилось Что я стал заниматься И мне не стыдно То, что И как-то я поверил В то, что мне не стыдно Что Да, есть студенты Молодые у педагога Которые 20 лет Они себе моли эти держат И ты смотришь и радуешься Думаешь, бляха Они же могут Они же научились из ничего Значит, и ты сможешь Вот видите Мое желание Исполнилось Что у меня появилась возможность Заниматься голосом Там, конечно, пишут Что ой, ты в Днепре Чего-то там такого Наговорил Что интересно В Днепре такого Наговорил Что ты боишься В Днепр возвращаться В Днепре люди обожают Я, это мой дом Я никого там не боюсь Я там не прячусь Все знают Где я живу Естественно Да с Бог Там будет Украина Я вернусь Естественно Если там будет Россия То, конечно Я не вернусь Потому что я понимаю Что меня ждет И меня ждет Это за правду За мою правду Не за то Что я фейки Какие-то придумал Я ничего Из того, что говорил Не придумал сам Все это показывалось Или в новостях А все то, что я вам рассказываю В телеграм-каналах Показываю Так вот это все Показывают в новостях По телевизору Это не то, что Вы думаете Что по телевизору говорят одно А в телеграм-каналах Говорят какой-то бред И я слушаю этот бред То, что говорят в телеграм-каналах То говорят и по телевизору И я ничего, ни йоты, ни грамулечки не придумал и не додумал от себя, чтобы вы знали. Пока. Да, буду выезжать, да. Идите, ага. Это тоже учень, Микола Степанович, гарный фокус уже. Поэтому, ребята, вот так вот я хотел вам сказать. Мне бы хотелось верить, что это все неправда, что это все сон, что этого ничего нет. Но я живу и думаю, от кого? Мне пишут, мы вас освобождаем. От кого? От Игоря, Леши, Леси, Машлюка. От кого? А тут вот от кого вы освобождаете? От этих деток, которые здороваются, которые живут в любви, в гармонии, в такой красоте? Или от чего? В общем, ладно. Я говорю, что каким бы ты тоном ни говорил, какие бы ты слова ни подбирал, все равно скажут, что ты нацик. Поэтому я считаю, что, знаете, жизнь все покажет. Сидайте, Микола Степанович. Смотрите, как красиво, в какой природе. Микола Степанович вообще класс. пи 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 по траве и да и она пищит по траве понимаете что показываешь что бачите типа опасность сбоку ой а вид знаете в таком виде жить ой прохладное открыл я не ставлю собицы красота ребята сегодня попел так хорошо заехали пообедали это везде такие божественные сооружения божественные сооружения он по мир и я не еду и и и ой капец капец да надо внедорожник такие кумена ну мягко идет пока дорога ухабистая я вручил режим что я еду по такой дороге он корова знакомьтесь привет тебя как звать мурка у нее там сисечки сзади у нее четыре сиськи и еще две такие ну недоразвитые сзади она шестидойная корова хорошо продувая открывая окна надо сильно чтоб не простить тоже не такой довольный педагог довольный когда тут раз я был конечно убитый горем меня ничего не выходило я расстроился это белая лошадь как и свин пик запомните там была такая палец и именуетесь гумночек гумночек и 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 по и и и и и и в гнезды тут двое детей а там дальше по правой стороне по улице будет трое детей в клетке в этом гнезды вот тут двое сидит их не видно два а вот тут есть я вам покажу все там что-то намоталось и бьется а тут, видите, их не видно а они там голову, видите, повисовывали маленькие там, вот их три и тут что-то бьется у меня в машине я не знаю, что, сейчас я встану что-то мне казалось, что оно бьется но не бьется